всем доброго утра мы в лесу смотрите какой лес все в пушистых белых шапках птички тут у кормушки покажу вам лес оснеженный какие-то птички лесные кроме синичек еще серенькие красивые белые шапки снег такой пушистенький такой уже новогодний как чувствуется что новый год приближается хотя еще целый месяц а вот и я хотела подойти к озеру там голый мужчина стоит искупался так что пойду схожу сначала сюда пока он там штаны не надел у нас такие тут аполлоны муж у меня последнее время что не хочет купаться вот только с гирями занимается такие дела в лесу сегодня очень красиво вот смотрите наш лес ветра нет снежинки так медленно медленно спускаются ветра в общем-то сегодня и в городе там нет ну вон трусы надел почти каждый день приходит купаться так и не ожидала выхожу батюшки мои стоит ой ладно спиной а то б ослепла вот такие вот у нас тут дела стриптиз нудистский пляж девочки мальчики вот тут он приезжали не знаю на зимнюю рыбалку он с этот бур несет просверливал лунку а может этих вот мальков мальков ловили я похож на них я играю на зимний я играю на зимний я играю на зимний я играю на зимний Что тут? Прорубь пробита, очищена, только заныривай, только заныривай. Здесь какой пушистый снег, сказочный лес, сказочный лес. Так, девочки, у меня уже вечер, и в комментарии просили показать, какими тенями я пользуюсь. Я вам сейчас покажу, если вам это интересно. И заодно закончу свое видео. Вот, какие у меня тени. В основном от Фаберлик. Мне раньше нравились тени от Эйвен. Я заказывала много продуктов, которые косметических мне нравились. Мне и кремы нравились. Помада у меня была, конечно, там, любимая. Ну, сейчас я не заказываю ничего в Эйвен. Как-то вот из-за какой-то косметики, одного-двух продуктов, как-то заказ уже не хочется формировать свой. Ну, так я как-то остановилась на продукции Фаберлик. В основном. Вот. Сейчас я вам покажу. Не знаю, правда, вот это у меня, не знаю, чья. Вот эта вот палетка. От кого она? Люкс Маджик, что ли, как-то. В общем, не знаю. Давно уже я ее покупала. Вот. Вот такая вот палетка. Извините за мой маникюр. Немножечко он подобрез. Так. Ну, вот такие вот тени. Я, в общем-то, матовыми в основном пользуюсь. Но иногда хочется что-нибудь, чтобы было так поблескивало. Мерцание какое-то было. В общем, под настроение, девочки. Конечно, говорят, что для такой уже увядающей кожи лучше, ну, чтобы не такие, не были они какие-то мерцающие. Ну, что-то наоборот выделяет морщины. Ну, я не согласна. Вот тени разные. Можно. Какие-то действительно подчеркивают. Какие-то вроде бы и ничего. Ну, в основном вот матовые, видите. Ну, вот эти вот светлые желательно, чтобы они были какие-то сатиновые, чтобы вот высветлить уголок внутренних глаза. Если вот он у меня такой, ну, темно вот здесь вот в этом месте. И что-то надо такое корректором замазать. И вот тенями какими-то светленькими. Ну, вот такие у меня есть тени. Вот. Мне тоже нравится именно такой вот цвет. Именно коричневый. Вот. Не в какой-то там фиолетовый или... Хотя вот сиреневатый такой оттенок. Да, я вам покажу. У меня есть. Мне тоже нравится. Я пользуюсь. Ну, в общем, под настроение. Ну, вот такие вот тени. Они у меня уже... Так вот куда-то взять даже удобно. Так. Вот это вот Глим Тим серия. Это от Фаберлик. Вот ими иногда. Да. То есть... Вот тоже такие они вот... Эти вот потемнее, которые можно стрелку подвести. Можно нижний век, а там под ресницами немножечко подвести. Подвести не карандашом, а вот, чтобы такая дымка была. Именно вот такие тени. Вот такая вот палитра теней мне очень нравится. То есть, светлые такие вот, немножечко розоватые. Вот это вот такие розово-сиреневые немного, да. Такие пастельные тона. И в то же время должны быть вот темно-коричневые и такие более посветлее коричневые. Ну, вот такие вот мне нравятся. Такая вот палетка. Это вот от Фаберлик. Пожалуйста, Глин Тим. Если вы... Артикул могу сказать 57-38. Если вы Фаберлик заказывает, то есть... Ну, я не знаю, есть они сейчас или нет. Ну, вот такие вот тени. Вроде бы так и ничего. Вот у меня еще от Фаберлик эту палетку еще там давали как-то. Зарегистрацию в Фаберлик бесплатно. Я тогда мужа своего зарегистрировала. Ну, в результате я ей не очень довольна. Бесплатный сыр только в мышеловке. То есть, хотелось мне эту палетку, но не очень-то она мне и нравится. Вроде бы так, тоже палитра такая. Ну, кроме вот этих вот остальными я могу пользоваться. Вот, а эти такие яркими, я не знаю, куда их применить. Какие-то воспаленные глаза получаются, хотя так пробовала. Ну, тени неплохие по цвету, да? По оттенкам. Но сыпятся, девочки. Вот мне чем не нравится, они сыпятся. Ну, иногда пользуюсь, конечно. Иногда пользуюсь. И вот эти вот, видите, светлые. Думаете, я их извела? Нет. Они так вот все раскрошились, можно сказать. Ну, вот такие вот не очень качественные. То есть, вот эти вот не советую. Так, еще у меня от Фаберлик вот такие вот тени, которые я сама подбирала. Там можно заказывать вот эти вот, как они называются, я не знаю, честно говоря. Я не бьюти-блогер, и поэтому уже все объясняю так своими словами. То есть, вот отдельно вот эти вот тенюшки можно было заказать. И коробочку отдельно, и уже собрать свою палитру. Ну, и я вот решила именно заказать в темных тонах. Мне понравились. Светлые, в общем-то, есть у меня. Вот понравились именно такие. Вот видите, цвет такой прям вот натуральный, коричневый. Я сегодня, кстати, вот этой палеткой делала макияж. Ну, и вот коричневый, коричневый тень. Кстати, вот эти вот мне не понравились. Они немножко желтят. Нужно все-таки вот что-то с розовиной брать. Не чисто белые, не такие вот, ну, вот как вот молочного цвета, да, икрю. Все-таки с розовиной, чтобы были чуть-чуть, и они уже такой, как, ну, приятный уже оттеночек получается. То есть, вот так вот, девочки. Ну, то есть, вот эту я собрала сама. Мне коричневые быстро заканчиваются. Я ими пользуюсь. Так, есть у меня еще, а ты его, ну, вот остались. Но это вот зеленые, я так вот, знаете, заказала, но все-таки нет. Не пользуюсь. Ну, так вот, немного. Вот эти вот мне нравятся. Ну, так, ничего. Это, ну, тоже вот тени сами неплохие. Я заказывала в коричневых тоже тонах. Все, она у меня уже закончилась. Я уже благополучно ее выбросила. Но вот тени, тени хорошие от Эйвана эти. Мне нравились. Так. И еще вот у меня палетка есть Стеллари. Стеллари, видите? Это я в Магнит Косметик. Уже давненько как-то была на них хорошая скидка. Вот, это 0, второй тон номер. И вот такую вот палетку я выбрала. Мне нравится тоже. Вот. Не всеми, конечно, я пользуюсь. Они немножко и шиммерные. Ну, не шиммерные, как бы сказать. Мерцание, что ли, ну, да, шиммерные, скорее всего. Вот. Какие-то есть матовые, какие-то шиммерные. Ну, то есть, вот тоже моя палетка. Такие пастельные тона. Сиреневатые, розоватые. И в то же время есть вот такие вот коричневые. И стрелки подвести. И вот верхние века я, подвижные века я всегда на подвижные века наношу светлые тени. То есть, я вот крашу вот так вот, выделяю, отделяю. Вот это вот начинаю здесь затемнять. Стрелочку подвожу и светлые высветляю здесь и в уголке глаза. Ну, вот так вот я наношу тени. И еще у меня, так, еще у меня тени. Это я заказывала на Валперес. Это, ну, это китайские тени, что я про них даже забыла. Честно говоря, они недорогие были. Ну, вот тоже понравились. Они такие, как запеченные, что ли. Кстати, вот где-то я заказывала запеченные то ли Фаберлик, то ли Вейвон уже. Ну, как-то я не очень, не очень они мне понравились. У этих такой аромат такой присутствует. Ну, вот такие вот тени. Ну, тоже, знаете, под настроение. Я то одну возьму палетку, то другую. Вот. Это и обычно куда-то вот на выход, куда-то, когда едем там. Хорошо. Ну, вот и все мои тени. Я больше у меня нет. Недавно выбросила просто палетку. Вот прям маленькая она такая тоненькая. Я еще тоже ее давно покупала куда-то в поездку взять. В результате они такие вот, ну, как мел какие-то. А как вот какая-то... Не помню уже эту фирму. Ну, вроде бы неплохая фирма-то. Я ее так и купила, да, думаю. Хорошие тени, они такие там, как дымка. Дымка. Мне нужны были вот именно, чтобы как дымка. Но не понравились тени. Так, они у меня лежали-лежали. Уж, наверное, срок годности у них вышел. И, в общем, и выбросила. А какие... Ну, в общем, не помню я марку. Не помню, честно говоря. Ну, какие-то такие брендовые. Ну, не понравились. Не понравились. Ну, вот. Показала вам свои тени. Больше у меня... А, ну, у меня вот есть, вы знаете, какие еще. Такие вот в карандаше. Да, но я ими тоже не пользуюсь. В общем, так вот заказала для интереса. Вот такие. Они... Ну, как тени карандаш. Тоже можно или стрелку подвести, но уже ими одними. Потому что, если начинаешь еще подправлять сухими, они сразу выделяются как-то. Вот это мне не понравилось. Ну, можно так вот где-то подвести. Иногда пользуюсь. Такие у меня еще... Еще какой-то был цвет. Куда я их уже... Дела. Не знаю. Коричневый прям. Это вот как-то немножко они... Не коричневого цвета, а те... Карандаш был коричневый. Ну, в общем, куда-то уже я его... Куда-то уже засунула. Вот, все. Больше теней у меня нет. А, ну, вот эти вот, которые заказала я в этот раз. В общем, они мне понравились. Такие они как сатиновые. Вот эти вот тоже в уголок глаза. Или вот подвижные века высветлить. Очень хорошо. Ну, все, девочки. Всем вам прекрасного вечера, дня, когда вы меня смотрите. И всем пока-пока. Спасибо за ваши лайки, комментарии, подписки. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok